Подруги, привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас с вами видео на тему сборов в роддом и сумок в роддом. Это прекрасное видео, которое наверняка с нетерпением ждет каждая будущая мама, но сегодня должна сразу предупредить, что мне кажется, что это, наверное, первое видео в истории Ютуба на тему «Собираю сумки в роддом» и что же я брала с собой, которая начнется с фразы, что я сегодня уже 5 раз поревела. У меня экстренное, вот буквально через полчаса отправление в роддом для того, чтобы отправиться на консультацию к доктору уже в роддоме, который непосредственно будет принимать мои роды для того, чтобы разобраться с моим симфизитом. Вкратце, у меня есть диагноз от моего гинеколога клинический о том, что у меня есть симфизит и все симптомы вот этого прекрасного явления беременности настолько уже тяжкие, что все-таки мы приняли решение экстренно отправиться в роддом для того, чтобы проконсультироваться, во-первых, с врачом, который примет мои роды, второе, сделать УЗИ для того, чтобы посмотреть состояние моей лобковой кости и посмотреть, действительно ли они, вот эти две кости расходятся, не держат ли связки, если расходится, какое у меня там расхождение, то есть либо физиологическое, с которым ничего не нужно делать, просто живем симптомами, либо расхождение уже больше физиологического, то есть это больше 10 миллиметров, а это означает, нужно принимать решение, что мы делаем с родами, поскольку малыш большой, сейчас у меня уже вот завтра полный 37 недель, и 3 дня назад ребенок уже по УЗИ и всем расчетам достаточно корректным, он уже 3300, то есть 37 недель, 3300. И, следовательно, нам нужно подумать, как мы будем рожать, что мы будем делать с имфизитом, какие наши риски, какие наши опции и так далее, и так далее. Так вот, вот с этой ситуацией сейчас, я буквально через полчаса должна разобраться, ко мне приедет моя подруга, которая останется дома с моим двухлетним малышом. Я уже, как сказала, проревелась три раза, позвонила мужу, с ним поговорила, значит, приготовила себе чашку кофе, выдыхаю, и пока я жду приезда моей подруги и отправления в роддом, я решила отвлечь свою голову от всех этих обстоятельств и сложностей, и записать для вас видеоролик на завтра с сумкой в роддом для будущего малыша. Потому что все-таки, ну, жизнь есть жизнь. Пусть этот видеоролик не будет таким, знаете, типично радостным, классным, и вот прям вот как, не знаю, ну вот как хотелось бы нам в Инстаграме или в Ютубе видеть, а пусть он будет вот таким, как действительно вот в моей жизни, в моей беременности вот этот день проходил, как все случилось, и вот какие эмоции у меня есть, такие они есть, и поэтому, собственно, свое вот внутреннее состояние, спокойствие я пытаюсь поддерживать, и буду отвлекаться как могу, поэтому, подружки, мы сегодня с вами будем смотреть сумку в роддом. По поводу сумки в роддом, значит, я решила уже сейчас на 37 неделях все подготовить, я заказала абсолютно все, что мне нужно, по-моему, больше уже вот в целом ничего, ну, как бы докупать для этой сумки для малыша не нужно, все у нас готово. И, имея опыт первых родов, собирав большие-большие сумки, кучу вещей в первый раз, я уже сейчас, зная, как все происходит вот именно в Рижском роддоме, какие там обстоятельства, палаты, какие возможности, что там предлагают, не предлагают, короче, уже на опыте я поняла, что должно быть в моей сумке непременно, и что в этой сумке, ну, в принципе, может и не лежать. Так что давайте пойдем в комнату к Крэлу, я беру с собой кофе, беру камеру, и мы с вами пройдемся по всем классным вещам, которые поедут со мной в роддом, и которыми мы будем пользоваться на первые дни жизни моего малыша. Кофе-то все-таки прекрасно. Да, и, кстати, волосы я тоже быстренько помыла, как вы можете видеть, они у меня мокрые, а никакой укладки, сушки речи, к сожалению, сегодня не идет. Пойдем. Ну вот, подружки, смотрите, вот это, в принципе, все, что мне нужно взять с собой в роддом для моего малыша, за исключением некоторых предметов. Но сейчас буду вам показывать. Первое и самое основное – это сумка. В которую я буду помещать все эти вещи. В этот раз я решила взять для малыша сумку от коляски Bugaboo Donki 3, то есть это прекрасная, красивая сумка для покупок, которая, мне кажется, помимо покупок и использования вместе с моей коляской, она также очень хорошо подойдет как раз-таки в качестве сумки в роддом, потому что размер хороший, очень вместительная, большая, и для всего, я думаю, в этой сумке места хватит. Ну, давайте по очереди тогда пойдем. Как же я составляла этот список? Во-первых, в роддоме Рижском, в котором я буду рожать, там есть список того, что нужно взять в роддом. То, что роддом советует взять с собой – это первое. Второе. Из своих собственных соображений, что мне для малыша понадобится. Значит, также сюда добавляются предметы, и, конечно же, как я уже сказала, по опыту первых родов я также уже понимаю, что мне нужно будет, чем я пользовалась, чем не пользовалась, какие условия в роддоме, температура в комнате и так далее, и так далее. Вот, и исходя из всего этого, я собрала вот такой вот комплект. Пойдем по очереди. Давайте начнем уж тогда с одежды, которую я взяла с собой и которая нам понадобится. Во-первых, несмотря на то, что опыт есть, все равно сложность определиться с тем, в каком количестве эту одежду нужно брать, потому что я, вспоминая своего первого сына, знаю, что он ходил в туалет активно. Понятное дело, что не в роддоме. В роддоме они еще по 7-8 раз по большому в туалет не ходят. Но, тем не менее, пачкалась одежда, будь здоров. Поэтому здесь я взяла несколько бодиков. Роддом советую там буквально по паре такого-такого-такого варианта. Ну, в общем, я взяла то, что у меня есть. Значит, здесь есть несколько вариантов. Во-первых, в основном это слипики, то есть это полные человечки, да, с закрытыми ножками, ручками, чтобы ребенку было комфортно. И также эти бодики и слипики, они двух вариантов. Первый – это на кнопках, а второй, вот это просто мечта любой мамы, это слипики на молнии, потому что ничто не может быть удобнее, переодевая ребенка, как молния. Кнопочки, да, окей, как бы жить можно, но они, естественно, менее удобные, потому что тебе нужно 13 тысяч кнопок открыть-закрыть, особенно ночью, это, ну, как бы, сами знаете, время занимает. Спать хочется, глаза не показывают. Ну, короче, те, кто рожал, те знают. Короче, значит, что у нас здесь имеется? Слипики, которые закрывают ножки, то есть эти ножки могут быть открыты-закрыты. Также здесь есть стройные антицарапки, все швы наружу, чтобы чувствительная кожа малыша не раздражалась. Специальные здесь, специальная защита для подбородочка, чтобы не защемить в случае молнии. Как я уже сказала, здесь молния, а здесь кнопочки. И вот такие вот слипики у нас есть. Некоторые слипики вот уже сразу с закрытыми ножками, да, то есть это для самых-самых маленьких. Так что вариантов здесь достаточно много. Ну и дизайн, конечно же, для меня это все практически белое, молочное, немного серого. И также здесь есть вот коллекция печеньки, называется. Они вот такие вот молочные с изображением печенек. Самое важное, что это все уже я постирала, используя специальные детские средства, чтобы, опять же, не раздражать кожу и посмотреть, нет ли у ребенка аллергии. И я скажу вам, что очень круто, для мамы, которая рожает во второй раз, мне не пришлось ничего гладить. То есть в первый раз я наглаживала абсолютно все. И я уверена, мамы, которые рожают в первый раз, меня поддержат, что да, наглаживаешь все. Второй раз ты уже немного расслабляешься. Но самое важное, наверное, крутое, что как раз-таки материал вот этих слипиков, он такой, что ты его постирал, а он, ну, и вроде бы и не мнется. Так что вот прям, знаете, вот не надеть на ребенка, и хочется вот отгладить, чтобы было вот прям идеально. Вот я очень-очень рада и довольна этим качеством, что, собственно, мне не пришлось еще проводить огромное время на глажку и этим всем заниматься. Так вот, это у нас одежка, которую я беру с собой. Вроде стопка большая, но и ладно. Главное, что в сумке место есть. Потом у нас есть несколько шапочек. Я взяла несколько вариантов. Вот здесь есть побольше. Есть вариант поменьше для самых-самых маленьких. И также здесь у меня один чепчик. Я думаю, с шапочками мы разберемся. В целом в Рижском роддоме в палатах очень тепло. И внутри шапки надевать нет никакой необходимости. В прошлый раз на Рэма я шапки не одевала. Потом у меня здесь по рекомендации роддома также... Сколько тут? Три пары. Они рекомендуют две. У меня три пары носочков. Здесь шерсть мериноса. И еще две парочки, которые у меня остались от Рэма. И также вот отдельно антицарапки. Я помню, что Рэм, когда был вот только-только родившимся, он эти антицарапки каждые, мне кажется, два часа мне приходилось менять, потому что он просто их слюнявил до безумия. Поэтому я беру немного больше, чем две пары. Ну, на всякий случай, чтобы я могла их менять. Так, потом здесь у меня пеленки в виде коконов. Два варианта. Первый вариант – это мои любимые Love to Dream. Вот такие вот бантики. Помните, я уже сто раз о них рассказывала, показывала. И с Рэмом мы ими пользовались. И вот такие вот для новорожденного. Коконы для комфортного сна у меня будут для малыша. Значит, здесь у меня две штуки от Love to Dream. Серая и беленькая. Одна больше, другая чуть меньше. Будем смотреть и будем надеяться, что мой ребенок будет из тех, которые любят спать с ручками вверх. И также вот от Alant у меня здесь такой прекрасный кокон, который закрывается очень плотно у шейки. Здесь тоже есть защита от молнии. И мне кажется, вот такой вот кокон будет прекрасно работать для малыша в случае, если пеленать ручки нужно вниз. И вот через такое отверстие он уж точно эти ручки не проденет и не выберется из этого кокона. Но это на случай, если он будет похож на моего первого ребенка, который будил себя всеми рефлексами возможными новорожденным, и никак не хотел спокойненько спать. Так, это все, что касается одежды, пеленок, сна. По поводу сна еще. Вот у меня здесь есть вот такая вот прелесть в виде безумно красивого и такого мягкого. Подруги, я вот вам даже передать не могу. Наимягчайшее одеяло для малышей. Думу фирма называется. Заказывала я на Амазоне. Вот так она пишется. Сейчас переверну. Вот так выглядит этот бренд. В первый раз заказывала от них что-либо. И я вам хочу сказать, что я вот вообще ни разу не пожалела, поскольку мне нужно было одеяло такое, знаете, более теплое, которое можно использовать, ну вот пока ребенок в роддоме спит, если нужно сходить там на какие-то процедуры к врачам, или, ну там, я не знаю, в машине накрыть в автокресле, ну и так далее. В общем, такое одеялко, которое можно и под него постелить, и его накрыть, и так далее. Оно тоже постирно, и оно очень-очень мягкое, двустороннее. Вот с такими жирафиками я выбрала. И для сна еще на всякий случай, я еще думаю, может быть, взять вот этот конверт мой от коляски Бугабу. Ну, например, постелить его вот в эту, знаете, пластиковую люлечку, в которой малыши спят. Я вот думаю, может, ему и правда будет комфортно. Вот это одеяло оставить на моей кровати, когда он рядышком ест или со мной спит. А вот этот конверт просто постелить вот в эту пластиковую люлечку, в которой он будет находиться. Здесь здорово, что здесь есть фиксация малыша, то есть он будет очень комфортно на месте оставаться и спать. Ну и закрыть это все дело тоже комфортно можно. Эта история будет не слишком такая плотная, поскольку здесь хлопок, все очень дышащее, тоненькое и очень, мне кажется, комфортное. Ну, по поводу этого конверта еще буду думать и смотреть. Ну, наверное, все будет зависеть от того, сколько места у меня будет в сумках. Так, дальше гигиена малыша. Что же у нас здесь? Здесь я беру слюнявчики, тоже от Allant. Приблизительно такой же материал, как вот все эти слипики, но еще более нежный. И это просто, ну, я в полном восторге, правда. Ну, я перепробовала очень много всяких разных слюнявчиков и муслин, и хлопок, бамбук и так далее, и так далее. Это качество одно из самых лучших. Поэтому, если вы сомневаетесь, какое заказывать в Allant, вот эти слюнявчики, комплект из 10 и вот большие тоже есть, их спокойно можете заказывать. Они мягкие, как перо. И я гарантирую, что вы не пожалеете, и ваш малыш, он будет испытывать действительно большой комфорт при использовании именно вот этого материала. Значит, у нас с собой слюнявчики. Я знаю, что малыши иногда сильно отрыгивают после родов. У них также может быть забит носик. Поэтому слюнявчиков много не бывает. Этим мы всем будем пользоваться. Дальше одноразовые пеленки, которые обязательно нужно взять с собой. Это по требованиям роддома. Потом, на всякий случай, влажные салфетки. Ну, вы знаете, я абсолютный фанат Water Wipes. Пользуюсь только ими со своим старшим ребенком 2,5 года почти до сих пор. Поэтому Water Wipes – это одни из самых чистых влажных салфеток во всем мире. Следовательно, их я обязательно беру. Также я беру от Mother Care вот такие вот пакетики для грязных подгузников. И, в принципе, для грязного белья. И вот все, что нужно туда грязненькое положить, то вот туда и будем утилизировать, так сказать. Потом также по требованию роддома у нас одно большое полотенце для ребенка. Это полотенце у нас от Elodie. Вот такая вот прелестная мышка. И также беру два маленьких полотенчика бамбуковых. Вот это второй мой любимый материал. Бамбук. Они просто настолько мягкие. То есть они выглядят такими же махровыми, как обычное полотенце. Но ощущение, вот прикладываешь ручку. И бамбук – это просто кайф. Это очень-очень мягко. Поэтому, кто не пробовал, никогда не касался полотенец из бамбука, советую, потрогайте, вы поймете, о чем я говорю. То есть это для нашего личика. Умывать малыша. Потом у меня, вы наверняка заметили, есть вот такая вот прекрасная корзина. Конечно же, эту корзину с собой я не беру. Эта корзина будет оставаться у меня дома уже после того, как малыш родится. И эту корзину я купила для того, чтобы, знаете, вот сложить туда подгузники, все, что нужно для переодевания и так далее. Там одежку, крем, тралала. И вот если нужно переместиться в другую комнату из одной, ты просто это все берешь. Трынкс пошла. И очень удобненько ребенка переодела и сделала все, что тебе нужно. Но всю корзину, естественно, я с собой брать не буду. Что я беру отсюда? Значит, я с собой беру обязательно ноусфриду. То есть вы знаете, что такое ноусфриду, наверняка, если смотрите мой канал. Это приспособление для того, чтобы отсосать сопельки. И, как я уже сказала, после рождения малыши могут иметь забитый нос, поэтому это нам пригодится. Ножнички. Такими ножницами я стригла ногти Рэму с первого дня. Следовательно, если малыш родится с длинными ногтями, мы сможем их спокойненько подстричь. Так, это. Дальше у меня сосочки. Сосочки у меня Эллади. Я возьму сколько тут? Три штуки. Это у меня соски. И потом для сосочек от Манчкин стерилизатор. Его я тоже уже вам показывала. Это очень крутая штука, которая в течение одной минуты стерилизует вашу соску. То есть ее моете, снимаете грязь. Если она, например, упала на пол, и помещаете вот в эту штуку. В течение минуты соска простерилизована, и можно ее предложить малышу. Гениальная вещь. Так, потом я беру с собой обязательно машинку белого шума-ночничок. Эта машинка похожа очень на Марпак, которым мы с малышом пользуемся уже тоже вот два с половиной года. Но немного другой, тут еще другие функции. Первое, здесь есть ночник, который можно регулировать. Он становится ярче, менее ярким. И можно поставить тот режим освещения ночью, который тебе нужно. Дальше здесь есть регулировка шума. То есть сейчас работает белый шум. Слышите? Здесь можно отрегулировать. И потом здесь есть разные мелодии. То есть тут можно поставить все, что угодно. Белый шум, какие-то волны, водичка, колыбельная прекрасная и так далее. Потом есть таймер также. И таймер можно поставить либо на 30-60-90 минут, либо выключить таймер, и эта машинка будет работать, пока не умрет батарейка. Собственно, тоже очень крутая штука, которую можно вот как раз-таки взять с собой. Подзарядил от USB в коляску, в машину, в роддом, куда угодно взял с собой, и ребенок комфортненько себе спит. Так что это обязательно к использованию для нас. Мы обожаем машинки белого шума. Так, потом, что еще? Здесь у нас, конечно же, наше мустелло. Если надо будет, не знаю, беру с собой на всякий случай крем для попы. Потом лосьончик для тела. Но мне кажется, лосьон еще не нужен будет для малыша. Это как-то слишком рано, но я вот что-то не помню. На всякий случай его положу, а там уже будет видно. Потом у меня здесь есть масло для душа. То есть это вот прям для самых-самых чувствительных. Вместо геля для душа. У меня есть тоже банка гель для душа. Возможно, я возьму его с собой. И потом из мустелло еще последнее. Это специальная пенка-шампунь для новорожденных, чтобы у нас не появлялась корочка молочная, которая вот прям любит появляться на головушке малыша. Так что это я тоже беру с собой. И, пожалуй, из моей корзинки это, наверное, все. У меня здесь есть еще всякие разные очень классные слюнявчики вот такого плана. Их я тоже на Амазоне заказывала. Они очень плотные из нескольких слоев. И вот эту штуку очень круто класть себе на плечо для того, чтобы ребенок, если срыгнет, ну, как бы не испачкал всю одежду родителя. То есть размер вот такой вот большой и очень плотная ткань. И самый-самый тоже нежный хлопок. Ну, а так как у нас есть вот эти слюнявчики, эти я оставлю уже для использования дома. И они останутся здесь. Все, что остальное у меня в этой корзинке, это я еще буду показывать вам, я думаю, очень часто, когда мы уже вернемся домой с роддома. И очень важная штука, которая у нас осталась, это подгузники. Здесь я накупила всех возможных брендов подгузники. И в течение первых двух недель жизни мы с малышом будем тестировать, какие подгузники ему подойдут и какими мы будем с ребенком пользоваться. Так что здесь вот прям арсенал, мне кажется, любого детского магазина. Еще две вещи, которые мне вам нужно показать. Первая – это подушка для кормления. Ее я тоже показывала вам не раз. Ровно этой же подушкой мы пользовались, когда родился Рэм. Единственное, что там дизайн был немного другой. В этом случае она у меня вот такая вот серенькая. Видите, здесь вот такие вот треугольнички. Компания – это Clever Mama. Вот так она выглядит. И используя, пробуя несколько разных подушек, я понимаю, что эта подушка мне подошла лучше, больше всего. Очень крутая подушка. Она с memory foam, то есть она запоминает твое положение. Она очень такая плотная, держит хорошо малыша, очень стабильная. И, в общем, мне она подошла круто. Причем здесь есть несколько опций, как можно использовать эту подушку. Значит, здесь, ну, самая стандартная, естественно, это вот сама подушка для кормления. Потом в комплекте здесь еще есть вот такая вот вставка для новорожденного, которую можно использовать для того, чтобы он в этой подушечке комфортно сидел. И что еще? Давайте быстро покажу. Значит, используем эту подушку для кормления. Вот это вот первая картинка. Потом для отдыха ребенка. Также мама может использовать эту подушку для себя. Я, кстати говоря, на ней спала. То есть я ее использовала как свою ночную подушку. Это очень удобная подушка и для сна в том числе. Поэтому для меня вот это вот прям супер. И я не буду в роддом брать других подушек. То есть, ну, я имею в виду свою подушку для сна. Я буду использовать вот именно эту. Так, потом что еще? Вставку можно и в автокресло использовать. Потом для игры на животике. Вот видите, есть две петли. Вот так вот можно прицепить игрушечки. И ребенок может играться на животике. Но тут у Клэва-мама какой-то странный подход. Есть некоторые дизайны подушек, у которых вот эти две игрушки в комплект входят. А некоторые не входят. Вот здесь у меня написано. То есть, nothing included. То есть, в моем комплекте, вот в этом сером, игрушек нет. А в первом, который я покупала на Амазоне, там эти игрушки были. Ну да ладно, обойдемся. У нас есть всякие разные другие. Ну вот, здесь можно использовать и, в общем, для шезлонгов, колясок. Короче, подушка вот прям, что ни на есть прелесть, можно использовать как хотите, где хотите, 100 миллионов вариантов. Но самое главное, конечно же, это очень крутая подушка для кормления. И мы ее обязательно тоже берем с собой. И последнее, что я еще вам покажу. Это, кстати, вещичка осталась нам по наследству от Рэма. Многие меня спрашивают, Датс, ты что все покупаешь, покупаешь? У тебя что, от Рэма ничего не остается вообще? Я говорю, да остается у меня от Рэма. Просто есть, ну, ограниченное количество вещей, которые я оставила от Рэма. Часть я отдала неблагополучным семьям, которые не могут позволить себе все это купить. Часть я продала, и часть вот она осталась. И вот в том числе вот такой вот United Colors of Benetton. Безумно классный комбинезон, в который я... Ну, я не знаю, почему я в него просто влюбилась. Ну, вроде ничего особенного, да? Ну, комбинезон, комбинезон, внутри хлопок. Ну, как бы ничего такого, ножки закрыты, но вот эта зайка и вот этот голубой цвет, он для меня вот просто, вот я не знаю. Я вот действительно в этот комбез влюбилась. Поэтому с огромным удовольствием его оставила и для Рэма, ой, вернее, для второго малыша от Рэма. И вот в роддом также на всякий случай возьму, потому что я не знаю, какая будет погода, когда мы поедем домой. Может быть, придется одевать его в комбезон. Посмотрим. Так что лучше, чтобы это все было, на всякий случай, с собой. Понадобится, как я уже сказала, используем, не понадобится, не используем. Окей, не вопрос, это не проблема. Ну вот, подруги, вот такой вот у меня комплект получился моих прекрасных вещей в роддом. В описании этого видеоролика я постараюсь для вас оставить чек-лист, то есть списком, просто написать все, что я для себя писала, как необходимые вещи, которые нужно брать для малыша в роддом. И также напишу, ну, оставлю ссылки практически, наверное, всех вещей, ну, потому что, да, все они были куплены буквально недавно. И в целом я очень надеюсь, что не составит труда найти все эти ссылки. Так что эти ссылочки вам обязательно оставлю. Да, котенок? Ты-то уже чего? Так что, подружки, все. На этом мы сегодня ролик заканчиваем. Надеюсь, для вас он будет полезным. Смотрите, как я уже сказала, ссылки мой чек-лист, чтобы проверить и ваши сумки. И пожелайте мне удачи обязательно сегодня в роддоме на консультации с доктором, чтобы у нас все было хорошо, и наш симфизит, он не оказался вот прям критичным. По следующих видеороликах буду вам об этом рассказывать, докладывать. И, в общем, буду вас держать в курсе, как у нас тут дела. Ну, а мне уже пора бежать. Подружка моя уже приехала. Все. Мы тогда с вами увидимся в следующем моем видеоролике. На сегодня, подруги мои дорогие, это все. Рэми, скажи пока. Подружки, пока. Ну вот. Главный человек тоже с вами попрощался. Все. Всех обнимаю. Доброго дня желаю. И увидимся в следующем моем видеоролике. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok